Аргейм Русс. Солдатики. История и моделизм. Аргейм Русс. Здравствуйте. В этом фильме мы с вами поговорим о первой битве македонцев с греками. К концу августа 1994 года греческая армия представляла собой грозную силу. Ее костяк состоял из пехоты, которых было 78 человек. Теперь практически все они были вооружены железным оружием. За исключением 10-15 человек. 22 воина получили практически полный доспех. Он состоял из таких вот пластин. Исключение в незащищенные места остались лишь ноги и в большинстве случаев животы, которые впоследствии будут уже залашены. Также передовая технология была залашка головы. То есть воины получали вот такого типа броню на голову. То есть это литой. Такой и вот такого типа. Еще более защищающий голову. Вот. И его было делать проще. И плюс он был намного более эффективен. Намного более эффективно защищал. Также греческая армия получила 7 человек пластмассовых, которые нам передал племянник. Греческая конница была пополнена 5-ю татарскими всадниками. В конце августа 1994 года на ГЭСе появилась новая военная сила. Это были македонцы, получившие свое название из-за того, что первая линия имела огромное количество копий. По большому счету македонцы представляли собой селезневцы, которые прибыли сюда чуть позже предыдущих вам переселений. По правилам они должны были остаться в России. Но оценив обстановку, мы пришли к выводу, что если это воинство будет перевезено в Русь, то Русь станет просто непобедимой для греков. А соответственно, сражение между русскими и греками отложится еще как минимум на год. Поэтому мы решили отдать Македонию во власть греков. Для чего нужно было провести битву, в результатах которой мы ничуть не сомневались. Греческая армия и македонская резко отличались друг от друга. Серая, покрытая пластилиновыми и картонными доспехами, македонская армия резко контрастировала с греческой, вооруженной железом и покрытой блестящими заспехами. И вот наступил момент боя. Смакедонцы построились, ну, по сути дела, в две линии. Слегка был усилен правый фланг. Там стояла конница. Это было пять садников на верблюдах, на которых сидели обезьяны. Первую линию составляла македонская фаланга. Это были самые крупные воины, на груди у которых крепилось большое количество копий. На них сидели слабые бойцы. По сути дела, это была новая тактика, новая технология на тот момент. Македонцы ее с блеском исполнили. Самый главный плюс был в чем? Во-первых, слабые и, по сути дела, никчемные солдаты типа такого типа сидели на очень крупном, как этот мамонт, воине, который обладал большой скоростью и мощью первого удара. Он наносил удар по противнику, и уже вот эти вот бойцы защищали этого воина, нанося удары по противнику сверху. Вот таким образом обеспечивалась повышенная живучесть самого крупного бойца. Плюс эти воины становились очень эффективными в бою. Если бы они просто стояли в поле против греков, допустим, или подобных бойцов, их просто бы смесли со земли. А здесь они стали большие грозные военные силы. Те, кто не поместился, либо из-за того, что был крупный, либо просто не хотел мест из пехотинцев, они стояли в единственной задней линии. Греки не придумали, в принципе, ничего нового, как использовать все тут же старое построение, какое они использовали в битве с татарами. Только задний манипул приблизили к первому, и центр был заполнен полностью пехотой. Конец его спрятали в резерв, вот за эти кубики. Там их было 15 садников. В принципе, ничего нового. Тоже каликовской битвы. Ну, единственное новшество, которое было введено, это то, что в первую линию поставили самых сильных воинов. То есть на тот момент вот эти бойцы, которых сейчас показывают эти две манипулы, первые два квадратика, они были полностью залазчены и были, в принципе, самые сильные воины. Их поставили вперед. Что обычно не делали ни до, ни после, ни же в редких случаях. По большому счету мы их сделали недавно, и поэтому скорее всего хотели просто посмотреть, как они будут себя вести в бою. Выдержат ли они напор македонских копий или нет. А в победе греков мы, в принципе, ничуть не сомневались. Главная ошибка, которую допустили греки в этом сражении, было то, что они абсолютно не использовали возможности для маневра, которые у них, несомненно, были. Во-первых, это одна из битв, где мы не ограничивали место с какими-то ограничениями, то есть рамками. То есть можно было грекам отойти сюда, и тем флангом передвинуться. Что, собственно, и надо было делать в связи с тем, что фаланга, которая идет со сплошной стеной, представляет огромную угрозу для пехоты. То есть элементарно, что могли сделать греки, когда фаланга пошла на них в атаку, отвезти вот этот квадрат сюда, а тот, в тот манипол, отвезти на тот фланг. И когда фаланга проскочит мимо, вот эта вот отведенная часть могла бы нанести удар по ней сбоку. Оттуда и оттуда. Плюс конница, которая стояла в резерве. Когда фаланга прошла бы сюда, могла бы нанести ей удар в разрез вот здесь вот. В то же время пехота, который бежал за фалангой, в связи с маленькой скоростью, начинала от него отставать. То есть пехота была бы где-то вот на этом рубеже, когда фаланга уже нанесла бы удар по греческой пехоте. То есть потери можно было посократить как минимум в два раза, а то и более того. А так греки потеряли две трети армии сражений. Первый удар македонцев был достаточно сильным. Они сняли греческие манипулы, вдавили их в основную фалангу. Потери, в принципе, были достаточно ровные, один к одному, но при этом нужно учитывать, что класс вооружения и сил у греков было значительно выше. И мы, в принципе, надо признать, даже не ожидали, что будет удар такой сильный. И поэтому в данной ситуации, конечно, по всей логике мы должны были ввести резервную конницу, которая стала за этими кубиками. Она тогда бы переломила ход битвы в одногреческую сторону, бесповоротной, потерь бы, конечно, не было таких так много. Но конницу мы придержали, хотели посмотреть, как же фаланга будет дальше уничтожать греческую пехоту. Сражение шло с переменным успехом. Даже одна полесница, так называемая, македонская, смогла пробиться сквозь греков. Другие застряли примерно на середине греческой фаланги. С этого края шесть греческих бойцов, которым либо погнули оружие, либо оно у них повлетало, вынуждены были отступить. С этого фланга они не смогли это сделать, их перехватила конница македонская. Здесь они отступили, пополнились ряды бойцами, стоящими в резерве, и сделали рейд сюда. И в то же время конница до сих пор не вступала в бой, стояла в резерве. Здесь и в связи с прорывом сосредоточился довольно сильный греческий корпус из хорошо вооруженных солдат, где в ликвидации была стянута все пехоты. А теперь посмотрим это, как было в реальности. Вот она, эта колесница, которая прорвалась сквозь строй. В принципе, она же там была просто по памяти установили. Здесь ее остановили греки. Другие колесницы вот они остановились на середине греческих позиций. Вот еще одна порвалась. Мамонта заваляли здесь и здесь был очень яростный бойц из-за знамени Македонского. Вот эти шесть бойцов, которые отступили, пополнились ряды свои и сделали вот такой вот рейд. Обошли, что, собственно, и давно уже надо было сделать и построили здесь, чтобы нанести удар по Македонскому. В этом месте где стоял Манипул сосредоточилась ну, скажем так, группировка греков и нескольких человек. Вот, хорошо вооруженно. Чтобы их уничтожить, сюда была стянута вся пехота, которая шла за Македонской фалангой. Вот в данной ситуации конницу просто необходимо было водить. Просто необходимо. Но ее так и не видели. греческая армия, умываясь кровью, преданная, можно сказать, своим командиром, который не вел конницу, сама смогла сломить Македонское наступление и перейти в в атаку. Они захватили сами знамя и рубанули его мечом. Даже сейчас можно видеть следы от этого удара. Ну, тогда это было модно и зарубить вражеское знамя. И вот в этот момент, когда уже, в принципе, ничто не решалось, когда пехота справилась своими силами входит греческая конница. Которая потеряет в этом сражении всего двух воинов. Видимо, где тут, в этой стычке. Также погибнут все пластмассовые солдаты. В принципе, непонятно, как они погибли. Возможно, вот эта колесница, которая прорвалась, здесь вот, она их перебила, когда они были безоружны, так как они отдали свое оружие, тем шестерым бойцам, которые делали забегание вот это вот. Вот. Но точно невозможно понять, почему они погибли. Чтобы в бой наступать было вот это неслитообразно. По трупам лазить. Вот. И, в принципе, в этом сражении реально представлены те греки, уцелевшие, которые реально выжили в том бою. Потому что после этой битвы они получили желтые шлемы и стали называться спартанцами. Те, кому не повезло и остаться на поле боя, они как бы и остались так же без шлемов, как были перед этой битвой. Их стали называть ифинянами. А также некоторые из них получили красные шлемы и их стали называть сиванцами. Даже реконструируя это сражение, казалось, что македонцы не смогут фаланг греков. Особенно при начале битвы. Но уже к середине боя и уже ближе к концу стало совершенно очевидно, что да, реально все это возможно. То есть, если при лобовом столкновении фалангу ударят даже по хорошо защищенным греческим солдатам, она их пробивает и может им причинить существенные потери. Таким образом, в бою из 100 греков погибло 64, а из 99 македонцев погибли все. Итогом битвы стало подчинение македонии грекам. Битва показала, что фаланга македонян и бронированные греки являются сопоставилыми силами в военном отношении. Последняя волна переселенцев македонян была перебита греками в другой битве, но про это снимать фильм мы не будем, так как бой был незрелищен. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал Wargame Rus Солдатики История Моделизм Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео. Редактор субтитров Редактор субтитров